МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! От их работы зависит облик наших городов. Сегодня отмечается День строителя. Опасность в сети, как противостоять киперпреступникам? Коротко и по делу расскажет Анна Корольчук. Сотрудник БМЗ, студент, активист, новатор. Победитель в номинации открытия областного конкурса «Человек года» Алексей Приходько о достижениях и планах на будущее. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Все показатели в строительной сфере по итогам года будут выполнены. Об этом говорят результаты работы за полугодие. Строители сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Этот день важен и для каждого из нас. Ведь от эффективности работы отрасли зависит скорость получения жилья нуждающимися, появление школ, детских садов и в целом облик наших городов. С какими результатами подошел стройкомплекс региона к своему празднику, расскажет Марина Северьянова. Еще больше, чем в 2020-м в Гомельской области до конца года построят порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. В этом году в строительной сфере немного изменились приоритеты. Больше жилья возводят в небольших райцентрах. Там оно также востребовано, как и в крупных городах. До конца 2021-го жилищные условия смогут улучшить полторы тысячи семей. Что касается стоимости квадратного метра в жилье, возведенном с господдержкой, в регионе этот показатель среди самых низких в республике. При заданных 1116 рублях по результатам полугодия в Гомельской области в среднем 1098. Задача такова. Если любая городедная семья стала на учет, мы должны в течение года ей предложить улучшить свои жилищные условия. То ли это покупка жилья, то ли это строительство квартиры, то ли это строительство дома. То есть каждая семья выбирает, как она будет реализовывать свои планы. Мы с этим справляемся довольно-таки хорошо. Я хочу обозначить, что наши УКСы-заказчики на достойном уровне проводят это строительство. Подрядчики, ну, хочу сказать, что строительный комплекс Гомельской области, управляемый, может выполнить любую задачу. Также продолжается строительство арендных квартир. В Белоруссии их начали строить почти 10 лет назад. И с каждым годом такое жилье становится все более популярным. Особенно у молодых специалистов и других люготных категорий. Им жилье обойдется в 10% от суммы арендной платы. В большинстве районов это всего 4-6 рублей, в зависимости от количества комнат в квартире. Спрос на арендное жилье связан с мобильностью трудовых ресурсов. Арендное жилье, оно очень пользуется спросом в настоящее время. Да, хотят, ну, больше просят районы, как бы его строить. Но у нас ограниченный бюджет. Мы, ну, определенными деньгами только имеем возможность строить такое социальное, скажем так, жилье. Но оно востребовано в каждом районе. Дома, которые сдаются, они сразу же, ну, раздаются. Продолжается строительство жилья с электроотоплением, так называемых электродомов. В нашей стране впервые они появились 3 года назад. В регионе менее года. За такой короткий промежуток времени такие дома построили в нескольких районах области. В августе, например, один из них будет сдан в турове Житковического района. В 40-квартирном доме будет 33 арендных квартиры, 4 социальных и 3 по 240 указу. Цель на этот год для области – введение около 40 тысяч квадратных метров такого жилья. В регионе появляется и много других важных для населения объектов. Так подходит к завершению строительства школы в 96-м микрорайоне. Обустраивается партизанская кренечка в Гомельском районе. Возводится новый корпус больницы скорой медпомощи. И еще много всего важного, нужного, долгожданного. И пока над городами высятся стрелы строительных кранов, будет развиваться экономика регионов. А жизнь людей будет становиться комфортнее. Строители Гомельской области могут сделать все. Всех поздравляю с наступающим праздником. Желаю здоровья нашим работникам, которые в сфере работают, их семьям, терпения, потому что есть постоянные и серьезные сроки завершения объекта. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Вы смотрите новости недели на Беларусь-4 Гомель. И мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова на этой неделе посетила областной центр. Первый пункт в программе визита – Гомельская исправительная колония номер 4. Здесь Наталья Качанова ознакомилась с условиями проживания и передала в подарок дому ребенка, созданному при колонии кислородный концентратор и игрушки. Также председатель Совета Республики посетила реабилитационный центр «Доверие». Он открылся в июле и рассчитан на проживание 16 женщин, которые имели зависимость от алкоголя или наркотиков. Наталья Качанова отметила важность таких визитов. Чтобы разрабатывать законопроекты, совершенствовать законодательство, нужно знать каждую проблему изнутри. Далее она приняла участие в официальной встрече с депутатским корпусом, а также посетила площадку в 96-м микрорайоне, где завершается строительство школы. Председатель Гомельского обл. исполкома Геннадий Соловей провел прием граждан. Одними из первых к губернатору пришли фермеры из деревни Севруки Гомельского района. Несколько лет назад им был выделен участок для выращивания плодовочных культур. Через некоторое время выяснилось, земли для этих целей использовать нельзя. В планах создание прудового хозяйства со всей необходимой для полноценного отдыха инфраструктурой. Представленная концепция губернатора заинтересовала. В целом на прием было записано 8 человек. Два вопроса, которые касались сферы ЖКХ, решены до его начала. Все озвученные темы на контроле председателя обл. исполкома. Молодежь региона обсудила стратегию развития БРСМ до 2025 года. В Гомеле прошла отчетно-выборная конференция областной молодежной организации. Участники – более 200 активистов со всех районов. К обсуждению присоединились представители органов власти, учреждения образования, общественных организаций. Были затронуты проблемные вопросы, говорили об успехах в молодежной политике и планах на будущее. Решением отчетно-выборной конференции первым секретарем областной организации БРСМ выбрана Вероника Гудкова. Вторым секретарем – Юлия Липовская. В городском поселке Корма прошел фестиваль «Льняная карусель». Праздник белорусского шелка собрал более 50 мастеров, ремесленников и творческих коллективов из Гомельской и Могилевской областей. Программа фестиваля была насыщенной. Музыкальные выступления, выставки и мастер-классы, различные экспозиции и тематические подворья. Сделать выбор в пользу здоровья своего и близких. Прививку против коронавируса сегодня можно сделать как в поликлиниках, так и на предприятиях в крупных торговых объектах. Только вакцинация способна защитить от тяжелых последствий заболевания. Причем случаев серьезных осложнений от самой прививки в регионе не зарегистрировано. Только реакции. Откладывать не стоит. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно время. Какие прогнозы эпидемиологи делают на осень, когда наблюдается сезонный рост заболеваемости? Почему именно в этот период, пожалуй, как никогда важно сделать также прививку от гриппа? Подробности далее в интервью. Инна Федоровна, как оценивается эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в настоящее время в нашем регионе? В настоящее время на территории Гомельской области у нас отмечается спокойная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Начиная с февраля месяца мы находимся в так называемом плато, когда уровень заболеваемости не превышает тех эпидемических уровней, которые были зарегистрированы. Но, тем не менее, заболеваемость есть, она регистрируется на разных административных территориях. В одних районах несколько больше, в других несколько меньше. Но такого большого потока пациентов на сегодняшний день мы не отмечаем. На сегодняшний день в мире известно уже несколько вариантов коронавируса. В науке их называют альфа, бета, гамма, дельта вирус. Вот дельта вирус ему в последнее время уделяется очень большое внимание. Это штамм впервые был зарегистрирован в Индии. И его называли одно время индейским штаммом. Ну, а сейчас это дельта штамм. Он зарегистрирован на территории Республики Беларусь с июня месяца. Вызывает заболевания. Несколько по-другому, чем до этого. Есть даже определенный белорусский штамм коронавируса, который наша наука выделила, свойственный для нашей территории. Вот этот дельта штамм на сегодняшний день, он вовлекает в большей степени население, работающее в возрасте от 20 до 49. Если раньше у нас вовлекалось население старше 50 лет и пенсионного возраста, то сейчас уже больше вовлекается работающее население. Клиническая картина также отличается. В некоторой степени больше идут токсические эффекты, то есть он массивнее поражает в какой-то степени легкие. И больше появилось желудочно-кишечных поражений, то есть кишечная симптоматика свойственна больше для этого вируса. Защищает ли вакцина от новых штаммов вируса? Все виды вакцин, которые используются на нашей территории, это российская спутник, Ви-вакцина и китайская вакцина, они рассчитаны на выработку иммунитета к С-белку. С-белок – это вот шипы, которым вирус прикрепляется к клетке человека. И поэтому действие вакцины, любой вакцины, которая на сегодня применяется, она эффективна в отношении коронавирусов. То есть она создает иммунитет именно к этому С-белку. Тем самым она ослабляет вирус, не дает возможности ему прикрепляться к клеткам и проникать внутрь клетки человека. Сколько человек уже сделали прививки в Гомельской области? На сегодняшний день по Гомельской области охвачено около 18% населения вакцинацией. Первой прививкой получили первую прививку. И часть населения находится еще в стадии завершения, то есть получает вторую прививку. Но для формирования коллективного иммунитета это число должно составлять 60%. Как долго продлится кампания по вакцинации? Задача поставлена до осени этого года вакцинировать 60% населения, чтобы создать этот коллективный иммунитет, создать иммунную прослойку населения, для того чтобы вирус так не нашел широкого распространения среди населения нашей области. Как скоро формируется иммунитет после прививки? Иммунной системе нужно время для того, чтобы выработать иммунитет. Считается, что после первой прививки через две недели уже есть иммунный ответ. Так как вакцинация состоит из двух прививок, первая и вторая, то достаточный уровень антител формируется по истечении трех недель после второй прививки. На сегодняшний день интервал между первой и второй прививкой может быть увеличен. Составляет 21 день, но по спутнику ВИ он увеличивается до 90 дней, по китайской вакцине до 58 дней. Но это связано с некоторыми особенностями. Это не значит, что его нужно увеличивать. То есть население через 21 после первой может прийти и привиться. Сколько сохраняются антитела у переболевших людей? На сегодняшний день у нас в Республике Беларусь, может быть, вы слышали о том, что проводится совместно с Российской Федерацией изучение популяционного иммунитета. У нас в мае месяце было создано так называемое электронное облако, где наше население могли в системе интернет записаться разных возрастов от года и старше 70 лет для бесплатного участия в изучении популяционного иммунитета. В мае месяце было уже проведено исследование. Сейчас в августе месяце второй раз эти же люди будут сдавать кровь и будет оцениваться, что произошло с иммунной прослойкой нашего населения. По результатам майских исследований, можно сказать, что наше население в целом области имеет около 40% иммунитета, но настораживает то, что это был низкий иммунитет, который через три месяца исчезает. Поэтому на сегодня нужно обязательно всем прививаться. Если кто-то тяжело болел через 5-6 месяцев, если легко болел, то через 3 месяца. Иммунитет после прививки более стойкий? Безусловно, он специфический, он более стойкий, он больше поддерживается. Но как там дальше будет изучаться, и наша наука скажет свое мнение, как в дальнейшем. Возможно, будет ревакцинация раз в год. Прорабатывается вопрос, что вакцина против коронавирусной будет включена в состав противогриппозной вакцины, и мы будем достигать двойной результат и защищаться против вируса, и защищаться одновременно против коронавируса. Ну, это перспектива. Это перспектива, да. А люди, которые отказываются от вакцинации, как правило, делают это потому, что боятся негативных последствий для своего здоровья. А на деле какому числу привившихся пришлось столкнуться с какими-то неприятными, тяжелыми, побочными эффектами от прививки? Я хочу сказать, что очень многие используют не те источники информации, которые нужны для, скажем так, решения вопроса прививаться или нет. На сегодняшний день мы ведем учет, сколько у нас осложнений, побочных реакций на вакцинацию. Хочу сказать, что у нас не зарегистрированы какие-то тяжелые осложнения на прививки. Завод-производитель Российской Федерации, Реакция описывает в аннотации на вакцину, что могут присутствовать местные реакции. Это в виде боли в месте инъекции, болит плечо. Такие у нас есть случаи, когда вакцинированные отмечают. И какие-то общие реакции на прививку. Не осложнения, а реакции. Реакция может быть в виде температуры 38, в виде ломоты суставов, в виде головной боли. То есть это нормальная реакция иммунной системы на введение чужеродного агента. Это говорит о том, что это может и хорошо, потому что иммунная система встречает этот белок, S-белок, и вырабатывает к нему иммунитет. Поэтому бояться этого не нужно. Не нужно пользоваться какими-то источниками информации, которые говорят о том, что не нужно прививаться, что это опасно, что это может привести к каким-то тяжелым осложнениям. Я еще раз хочу повторить, что осложнения на вакцинацию, на прививку у нас не зарегистрированы. Есть только реакции. Инна Федоровна, какие прогнозы специалисты-эпидемиологи делают на будущую осень? Что нас ждет? В начале 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией во всем мире, были разработаны три прогноза развития эпидемической ситуации. Они отличаются друг от друга. На сегодня, через год, мы уже примерно видим, что один из вариантов присутствует. Это два подъема, которые были в прошлом году зарегистрированы, в 2020 году – май, июнь и осенний подъем. И в дальнейшем они говорят о ежегодном осеннем подъеме заболеваемости. Как развиваться ситуация будет, покажет время. Но на сегодня мы готовимся к тому, что осенью у нас будет подъем заболеваемости коронавирусной инфекции. И все мероприятия, которые мы сейчас проводим и организуем, они должны повлиять на уровень этой заболеваемости. Поэтому очень важно на сегодняшний день создать вот этот коллективный иммунитет 60% для того, чтобы осенью у нас не было вот такого активного подъема заболеваемости. И особенно важно будущей осенью не забыть сделать прививку против гриппа. И это тоже важно, потому что сезон гриппа у нас никто не отменял. А он всегда, как правило, приходится на конец января-февраль месяц. И так как два года у нас было очень спокойно с эпидемическими вот этими подъемами, с сезонными подъемами гриппа, естественно, в 2020 году пандемический штамм коронавируса вытеснил все другие штаммы. Мы можем ожидать подъема гриппа в 2022 году, в феврале, поэтому готовиться нужно заранее. И вакцинация населения против гриппа, которая всегда планируется по осени, у нас тоже будет проводиться сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. То есть нужно параллельно еще прививаться и против гриппа. Инна Федоровна, спасибо за интервью. Пандемия коронавируса и требования о самоизоляции привели к активному росту интернет-покупок и развитию электронных сервисов. Как следствие, резко увеличилось и количество преступлений, совершаемых в сети. Конечно, профилактика и постоянное предупреждение о возможном мошенничестве на различных сайтах делают свое дело. Однако киберпреступники продолжают придумывать все новые и новые способы вымогательства денег. Как им противостоять, коротко и по делу, расскажет Анна Корольчук. За первое полугодие 2021 в Гомельской области зарегистрировано 1229 киберпреступлений. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 709. Такова тенденция цифровой трансформации общества. Преступления ушли из офлайна в онлайн. Сами схемы фактически не изменились. Основной мотив прежний – кража денег или информации, которую можно продать. При этом компьютерная грамотность населения находится на низком уровне. А у злоумышленников есть возможность совершать преступления из-за предела в Беларуси и быть полностью анонимными. Одним из самых распространенных видов мошенничества является фишинг. Он заключается в том, чтобы подделать страницу платежной системы или почтового сервиса, где нужно ввести свои данные. Таким образом, злоумышленники получают к ним доступ. Помните, фишинговые страницы точно копируют настоящие. Ссылки на них присылают в мессенджерах покупателям товаров с сайтов объявлений. Якобы для получения предоплаты и оформления доставки. После введения секретной информации на поддельном сайте владелец карты лишается всех средств. Не менее распространенный способ обмана – вишинг. Злоумышленники звонят якобы с официального номера банка. И, выдавая себя за сотрудника под предлогом отмены операции или онлайн-кредита, возврата случайно списанной суммы, выманивают у владельцев карт нужные сведения. Номер, срок действия и трехзначный код на обороте. Или просят установить программу, позволяющую пользоваться интернет-сервисами. Вам даже могут перечислить небольшую сумму денег на карту. А позже попросить вернуть их на указанные реквизиты. В таком случае следует обращаться напрямую в банк с заявлением о незаконно зачисленной сумме. Следует быть осторожными и в социальных сетях. Преступники, получив несанкционированный доступ к аккаунту, рассылают друзьям сообщения, в которых под разными предлогами просят передать деньги. Кажется невероятным, но некоторые клюют на подобное послание. Текст письма обычно незамысловат. Например, «Анечка, я нахожусь в России. У меня украли кошелек и телефон. Срочно! Нужны деньги на билет домой. Отправь мне на карту мобильный или электронный кошелек 50 рублей. Верну по приезду». Или «Привет, у тебя есть действующая банковская карточка? Мою заблокировали, а как раз сегодня должны перечислить деньги. Можно я дам реквизиты твоей? А ты мне потом отдашь. В долгу не останусь». Если подобное сообщение пришло от имени знакомого, которому вы хотите помочь, то нужно созвониться лично. В период пандемии кибермошенники продолжают активно атаковать электронную почту, пользуясь тем, что многих перевели на удаленку, и сотрудники работают в смене защищенных домашних компьютеров. Хакеры используют специальные вредоносные программы для шантажа и угрожают утечкой информации из корпоративной сети, требуя от владельцев выкуп. Деньги требуют и за возврат доступа к коммерческим аккаунтам в социальных сетях. Преступники взламывают личные страницы, грозя опубликовать компрометирующие фото и переписку. Чтобы получить доступ, они, к примеру, обещают дорогой подарок или скидку на популярный товар, смартфон, ноутбук или путевку. Чтобы получить приз, нужно выполнить формальность, заполнить анкету и приложить скрины паспорта. Надеюсь, вы понимаете, что это тоже конфиденциальная информация, которую нельзя разглашать незнакомцам в сети. Еще раз напоминаю вам важные нюансы. Сотрудник банка может запросить у клиента только фамилию, имя, отчество и контрольное слово. При звонке клиенту он не может требовать реквизиты и совершать какие-либо операции с картой или счетом. Никто не вправе требовать от вас пин-код карты или код безопасности. Если поступает подобный звонок, кладите трубку. В тайне должны оставаться и пароли доступа к интернет-банкингу и коды для подтверждения операций из смс-сообщений от банка. Для спокойствия рекомендую использовать услугу 3D Secure и лимиты на максимальные суммы онлайн-операций. Их нужно подключить на стройках банкинга или в самом банке. Для онлайн-покупок лучше оформите отдельную карту и не держите на ней большие суммы. Будьте осмотрительными, совершая покупки в интернете. Используйте только хорошо знакомые официальные сайты и внимательно проверяйте их адреса в строке браузера. Коротко и по делу Анна Корольчук. По традиции мы начинаем цикл материалов, посвященных людям, удостойным почетного звания Человек-года Гомельской области. С 2008 года премия обл. исполкома вручается жителям региона, добившимся успехов в трудовой и общественной деятельности. Победителей определяют в семи номинациях. Руководитель, лидер, открытие, человек на земле, служу Отечеству, мастер, призвание. По итогам работы в 2020 году в номинации «Открытие» победу одержал слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Белорусского металлургического завода Алексей Приходько. Подробнее об открытии 2020 года в материале Светланы Князевой. Родился я 22 года назад в городе Несвеж. Хороший городок, такой приятный, тихий, спокойный. В семье военного и музыкального педагога. В связи с тем, что папа как бы военный, нам приходилось часто переезжать. Ездили по разным городам. То есть были в Минске, были в Рогачеве. Сейчас папу в корму отправили. Сейчас 22-летний молодой человек живет в Жлобине. Говорит, город ему нравится своей ухоженностью и развитой инфраструктурой. Алексей Приходько закончил металлургический колледж и получил первое рабочее место. Слесаря по КПА БМЗ. То, чем занимается, Алексей любит, работы не боится. Суть моей работы заключается в том, чтобы контролировать все важные технологические параметры, все процессы. То есть у вас самый важный человек на заводе – это сталевар. Сталевар варит сталь, а мы помогаем ему это делать. К работе я отношусь очень серьезно. Для меня это такое, как вторая семья. Сталь там красиво плавится и брызги эти. Но это очень красиво. Уже на первом году работы Алексей Приходько подготовился к участию в Международной научно-технической конференции «Металл-2019», где получил диплом первой степени. Алексей всегда стремится быть в движении, изучать, изобретать, делать работу заводчан легче. В копилке его достижений и рационализаторские идеи, которые уже внедряются в производство. В 2020 году Алексей Приходько стал лауреатом молодежной премии БМЗ в номинации «Прорыв года». А еще молодой человек любит делать добрые дела. Алексей, людей, которым нужна помощь, вокруг очень много. Почему вы решили помогать именно детскому дому и как вы это делаете? Да, согласен, действительно, людей, которым нужна помощь очень много. Но у пенсионеров есть пенсия, есть свои дети. А у этих детей никого нет. Ну, как бы я не то, что помогаю именно детям, я помогаю своему дому, маленький. То есть, чтобы они жили в условиях получше. То есть, краску подвезти, купить там валики, кисточки, вывезти мусор со двора, вывезти деревья. Сегодня Алексей Приходько, студент Гомельского государственного технического университета имени Сухого, является председателем Совета молодежи при Жлобинском районном совете депутатов. В его планах создание в Жлобине скейт-парка, участие в масштабной международной конференции «Метал-экспо». Планирует также стать членом Совета молодежи Гомельской области. Подробнее об Алексее Приходько смотрите в программе «Человек года» 11 августа в 19.05 на Беларусь-4 Гомель. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.